Репродукция написана на картину Рубенса под названием «Сатиры» или второе название «Два сатира». В действительности Рубенс на данном полотне хотел изобразить одного сатира, который словно посмеивается над тем ненастоящим сатиром на заднем фоне, который выпивает чашу с вином. Причем выпивает чашу с вином с прихребку, с таким смаком. У него текут даже слюни, и он от блаженства закрыл глаза. Это обычный человек, пьющий человек. Аллегория позволяет высмеять не только поведение алкоголика, потому что сам Рубенс изображен с очень трезвым, злым, хитрым взглядом, держащий лозу виноградную. И в очаровании, смотрящийся на ту ситуацию, итогом которой является пьянство. Сам же пьющий сатир, ненастоящий сатир, человек, который подражает себя словно животному, как он сам думает, льву. В действительности Рубенс изобразил чипец у этого человека. Не львообразный, а овцеобразный. То есть, вот как раз игра красок, когда издалека думается, что чипец на голове у человека на заднем фоне, это изображение маски льва, головы льва, ничего подобного. При детальном рассмотрении мы можем видеть, что это баранье голова. Именно баранье голова. Чипец из бараньей головы. В этом заключалась тоже сатира Рубенса. Именно поэтому в оригинале картина, повторюсь, называется сатирой. А в данном случае мы рассматриваем с вами репродукцию художника Буянова Дмитрия, сделанную по оригинальному воспроизведению Рубенса. И репродукция отличается более ярким цветом, цветовой передачей, вводит нас в тот мир фламандской живописи, позволяет нам почувствовать, что хотел первоначально донести художник этим полотном. Одно из предположений – это Рубенс хотел высмеять алкоголизм как порог и как определенную категорию, которой занимается сатир. Это не юмор. Это именно злая сатира. Великолепно насыщенные цвета, яркие, подражаемые оригиналу. Если вы посмотрите оригинальную картину, в настоящее время она находится в Мюнхене, в Дрездене, в пинокотеке, то с течением времени Рубенская работа достаточно сильно устарела. Репродукция для этого и производится для того, чтобы воспроизвести те первоначальные цвета и то первоначальное настроение, которое ныне в оригинале может быть утрачено. Данной репродукцией вы можете наслаждаться на сайте художника Буянова Дмитрия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова